Кто-то приходит, понятно, вам понравилась идея, там еще что-то, но если вы не будете, то же самое, что книги, да, нам, это огромный стереотип, когда говорят, что там книги нужны для того, чтобы стать умнее, какие-то книги нужны для того, чтобы стать умнее, нам, там, большинству из нас, детстве говорили, что там книги помогают нам кого-то там понять лучше, да, воровать в нас веселое, доброе, вечное, но опять-таки, большинство из нас книги читают не потому, что надо, а потому, что хочется, да, потому что хочется, там, не знаю, прийти, забыть о плохой работе, узнать, ну, как вообще его герой и так далее, это такой элемент, элемент развлечения, и этот элемент развлечения нужен во всем, да, то есть, если человек следит за вашим, за вашим культфайдингом, и он на протяжении всего культфайдинга видит лишь, там, горе, слезы, печаль и так далее, он от вас уйдет, да, если он видит, что, а вот здесь, там, вот здесь вот случилось вот так-то, вот здесь 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 случилось когда у вас есть силы, которые противопоставлены вам, и когда есть силы, которые вам помогают, и в итоге он увидит шикарный прекрасный конец, он вам будет доверять, потому что он всегда ставит себя на место вас. То же самое. Самая крутая книга – это та, в которой вы ассоциируете себя с героями. Здесь то же самое. Все работает просто на самом деле. И те же архетипы, еще что-то, они совершенно точно так же работают. Все помните ютюаси из рекламы? Порошок уже давно не рекламирует, ютюаси все помнят. Потому что ютюаси ассоциировалась с нашей соседкой, еще с кем. Или там совершенно прекрасная реклама банка «Инпериал», когда шик. Если кто-то не помнит, то просто, действительно. Но дядя Вася, наверное, помнят все. Да? Скажите вопрос. Есть проекты, которые изначально имели свою аудиторию. Например, музыкальный проект, известный офицер, который выбрал площадку, используя для того, чтобы соединить аудиторию и выставить собрать деньги. Это первый раз. Вторая история – это когда у проекта нет аудитории. Например, у коллеги раскладывают IT. Явно нет миллионных подписчиков в соц. театре. Есть близкий клуб каких-то людей, которые компетентны в этой сфере, до 50 человек. Может, у проекта нет аудитории. То есть, с первым все понятно. Это вопрос не интересующийся. Вопрос про вторую категорию, которая большинство, в данном случае, по аудитории этой платформы. Какими инструментами им привлекать? Смотрите, я о них как раз только что рассказывала. Это про работу с партнерами и про поиски дополнительных границ. Сейчас я еще немножко установлюсь на СМИ, чтобы понимать, как с ними действовать. Соответственно, когда вы привлекаете партнеров, и когда вы ищите каждому ключ, какую-то тему, когда вы идете на дополнительную тему, к проектам, у которых уже есть аудитория. Например, если вы защищаете церковь, предположим, или еще что-то. Вы идете, например, у нас была идея, когда какое-то время работала Смона Крохина, который спасает церковь, затопленную при строительстве Лома Малтейского канала. У него есть своя аудитория. И при этом у меня была идея просто свести этот проект еще связанным с организацией, с какими-то туристическими проектами, с проектами, которые занимаются похожим, для того, чтобы аудиторию расширить. Соответственно, вы выбираете, сейчас, одну минутку, вы выбираете какие-то проекты, именно поэтому я говорю про положительный опыт и отрицательный опыт. То есть, вы связываетесь с западом, не только с западом, вы связываетесь с каким-то проектами в России, похожими, и за счет партнерских связей, за счет работы с кем-то, с проектами большими, и не только большими, у которых уже есть аудитория, вы себе эту аудиторию наращиваете. Опять-таки, именно поэтому я говорила про краудфайдинг, который нужно планировать минимум за 2-3 месяца. Потому что, как бы, вы к культуре немножко потихонечку подготавливаете. Вы уже можете что-то сверстать, уже сможете что-то сделать, и только потом, как бы, начать краудфайдинг. Именно поэтому мой краудфайдинг провалился, потому что у меня была голая идея, по которой, я вот сейчас думаю, я сяду, сниму и мне, в общем, и у меня все будет круто. И, в общем, через год я буду делать самое крутое медиа, для которого не было на этническую тематику, еще и про антропологию. Про антропологию, в итоге, как бы, я и стала заниматься, но и стала заниматься в другом порядке. У вас был вопрос? Да, вот как раз, в принципе, это уточнение вопросов, как и девушка была, да? Ну вот, окей, хорошо. Есть вот эта вот церковь, которая затоплена, да? Мы находим какие-то СМИ, которые готовы опубликовать нашу тушечипательную историю про эту церковь. Вы заинтересовались и хотят помочь. Алгоритм. Каким образом связаны публикации в СМИ с проектами на краудфандинге? То есть, если мы, мы как-то планируем эти публикации заранее, да, Ирина? Там делаются какие-то ссылки, или как? Так вот, люди прочитают, журнал его не откладывают. Таким образом, мы перейдем к запросу в интернете. Да, сейчас будет, начнем с того, что, смотрите, как сейчас работает, в принципе, тема продвижения. Она обычно работает, то есть, есть продвижение проекта, есть продвижение человека. Ирина. Начнем с того, что у нас сейчас достаточно, я вообще стою на позиции антропологичности текста, проектов и так далее, и чаще всего люди приходят не, буквально сегодня мы как раз на эту тему разговаривали, с одним из проектов, прекрасную абсолютно, про которую я буду писать, люди очень часто приходят не в идею проекта, а приходят к вам, потому что видят, какой вы крутой, или какой вы клевый, или почему вы так думаете? У людей сразу появляются идеи, почему этот человек там может это, а я не могу. Почему там, типа, этот человек, у этого человека получилось, а у меня нет? Люди к вам пойдут с вопросами, с идеями, со всем остальным, да? И тогда, и поэтому очень важно, чтобы вы сами сразу понимая, занимаясь, начав даже думая, о колбфандинге, сразу понимали, думая о своем проекте, сразу понимали, что пойдут прежде всего, там, отчасти не только от проекта, пойдут к вам, к вам как к личности, к вам как к человеку, к вам как к тому, у которого появилась, не знаю, безумная идея, что-то получилось или не получилось, то есть пойдут к вам. То же самое, как, не знаю, как бизнес, который вы начинаете, но чаще всего, да, тема нетворкинга, тоже не модное слово, соответственно, пойдут к вам. И вы сразу понимали, что все ваши социальные сети, вся ваша деятельность теперь становится вашим проектом, да? То есть, и это очень важно осознавать. И вы себя от этого проекта, особенно если это крупфандинг, оторвать не сможете. Соответственно, СМИ это тоже интересует. СМИ это интересует прежде всего. По поводу СМИ. Планируется все заранее, потом с полугода, за три месяца минимум. Так же, как лучше сделать один спецпроект, чем сделать и много мелких новостей, например, да? Чем, да, ну не знаю, делать одинаковые, окей, сделать одинаковые публикации не надо рассылать без субъективизм. Не надо рассылать без субъективизм. Нужно делать точечно что-то. И нужно, не знаю, первый этап, да? Первый этап, региональный сфиль. Второй этап, там, типа, большие проекты, большие издания, да? Предлагать им тему. Под каждое издание своя тело. Плюс ко всему, вы сразу выбираете несколько изданий, по которым вы бьете спецпроектами. Что такое спецпроект? Вы приходите и говорите, ребята, давайте сделаем курс лекций. Ребята, давайте, у меня есть клевые герои, давайте напишем проект. Ребята, давайте снимем ролик. Ребята, давайте сделаем, там, не социальную рекламу, а что-нибудь, там, типа, супер-мега сумасшедшее, там, еще что-то и так далее и так подобное. И когда вы приходите с этой идеей, с разными идеями в разные СМИ, которые про вас и про вашу тематику, оно, как бы, начинает, оно начинает работать, и оно все начинает происходить, и это все, как они соотносятся, да, вы, конечно же, выкладываете там, вы выкладываете фоточки со встречи, говорите, типа, плюс, используя, там, не знаю, все социальные сети, включая инстаграм, там, или снимаете в сторис, да, знаете, есть очень хорошее тело, у меня сейчас ребята, я в свое время, буквально недавно, я ездила изучать польские СМИ, а сейчас у меня ребята уехали изучать немецкие СМИ, все они знают там, немецкие, американские, и американцы должны знать, что делать с молодой аудиторией, и они там снимают новости в сторис, выкладывают что-то там, в какой-нибудь чат и так далее и тому подобное, ну, то есть все что-то делают, чтобы эту аудиторию привлечь, но никто не понимает, что, а если вы, там, если вы хотите, да, привлечь разные виды аудитории, делайте, не знаю, снимайте сторис с такой-нибудь встречи, причем вы должны пиарить не только сам результат, вы должны пиарить, рассказывать про то, что вы делаете, да, процесс, интересно всем, вы знаете, я расскажу просто личную историю, несколько лет назад, может быть чуть больше двух, меня не брали даже мангнулся, ну, то есть у меня была депрессия, у меня были проблемы, в журналистике все накрылось, вообще все, я очень не рассказывала себе в социальных сетях вообще, а потом я стала писать первые посты, ребята, мне нужна помощь, и, ну, как бы, хотя при этом у меня было много друзей, я просто приехала из Москвы, я стала писать, типа, ребята, мне нужна помощь, я возьмусь за работу, и работа появилась, сначала я делала тему, я писала про пельмени, про выставки, еще что-то, а потом появились какие-то первые идеи, фонды, еще что-то, потом я очень много ездила учиться, и что-то, и как-то так, с того момента прошло два года, и сейчас, в сентябре я буду читать лекции в Берлине, а в октябре, там, презентоваться еще в одной стране, вот, и, как бы, фишка в том, что, через не могу, ну, то есть, у меня это происходило через не могу, селфи через не могу, там, не знаю, посты про то, что, там, происходит в моей жизни во многом через не могу, не знаю, может быть, вам это не очень сложно, особенно по меня, но, в целом, эта история, она как подтверждение, как личное подтверждение того, что все, на самом деле, получается, да, и когда вы людям рассказываете о том, что вас еще только не усидее, и вы хотите это сделать, уже появляется отклик, потому что люди, чаще всего, ценят личную историю, люди ценят вашу откровенность, вот мы начали с этого, эту откровенность, и, на самом деле, вот это видео, еще несколько публикаций, в которых я, например, говорила, что я хочу, что мне не получается, а что мне не получается, привели меня сегодня, не до конца еще, но привели меня сегодня к тому, что я уже не хочу работать на галактике, и у меня все хорошо, и будет лучше, вот, поэтому, когда у вас появилась идея, пишите об этом, не бойтесь, начните писать везде, начните что-то вести, все постепенно скоординируется, так, я думаю, что это, наверное, последний вопрос. Меня зовут Евгения, я представляю проект внутренней профессии, мы сейчас планируем, как вы сказали, как мы творим, и проект, и, как девушка Лоизова, делаем его буквально на коллегах, принципиально, я представляю профессионалы. Я правильно. Я вижу результат, который получается, и я вижу, что он право. То есть мы хотим, возможно ли перевести видео, то есть это историю качества юмора, просто историю юмора, есть положительное понимание, и постепенно цепи. Так, юмор, юмор, юмор. Слушайте, по юмору давайте отдельно как-то спишемся и поговорим. Давайте, вот по юмору мы отдельно как-то спишемся и поговорим, потому что юмор про книги я знаю, куча проектов таких, юмор в каких-то еще вещах я знаю, видео надо смотреть. То есть это конкретный кейс, который нужно смотреть, анализировать, но в целом да, можно все. В плане того, что привлекать профессионала, профессионала можно привлекать на этапе оценки. Да, то есть, отдавать на outsource свою крупную компанию в каком случае нельзя. Потому что, если там среди ваших нет чувака, который может как-то умно все написать, ну окей, покажите бабушке, покажите, не знаю, старой подруге, которая как-то, как-то у нее, не знаю, может она профессор филологии, еще что-то. В любом случае, в вашем окружении как-то один человек, который как-то будет более-менее связан с языком, с пониманием, да, и с того, какая аудитория, что будет говорить, он все равно найдется. Вот. Почему нельзя? Потому что откровенности нет. Вот это вот пропадает. Пропадает конфликтность, пропадает откровенность, пропадает все. да, соответственно, вот, кстати, вот этот пункт про юмор, да, очень быстро подойдет в реальную жизнь, вы можете с этим, с этим вот этим, выходить туда, в тот же покат, в тот же шок куда-то, да, и это на самом деле такие простые штуки, которые работают. Потому что юмор, все-таки, люди в жизни воспринимают лучше, да, то есть, когда вы показываете видео, потом говорите, а вот, ребята, у нас, короче, вот так не получилось, а вот сейчас выходим вот это. вот, потому что видео, он, он все-таки не заглядит, вот по-прежнему, да, хотя Comedy Club многие смотрят, и многие не смотрят, в целом. Вот, тут надо посмотреть. Так, все, я буду сказать, еще один вопрос. Юля, можно, общий ток, спасибо вам большое, классно все нам рассказывали, вот дедлайн какой-то, да, можно вот, например, сказать приблизительно, что, ребята, если у вас есть только на уровне идеи, да, вот у вас там, два месяца на план, два месяца на этот. Ну, приблизительно, да, я понимаю, что на плане очень важная штука, потому что, я, короче, затеяла, наконец-то, заняться планируем собственной деятельности, и поняла, что, и стал везти косяки о целях, я, при этом, я обычно не опаздываю какие-то вещи, вот, и, да, да, то есть, когда вы начинаете идею, у меня, например, на идею и то, что получилось, ушло два года. То есть, вот этот, мой провальный паник, то, что сегодня преобразуется, то, что сегодня стало, ушло два года. И вот, где-то через два с половиной года начнет реализовываться идея. Ну, это у меня, у меня ушло, на сферу изучения, туристических проектов, на графических проектов, ну, то есть, у меня было, как бы, не с нуля, но, как бы, в сфере почти с нуля. Соответственно, смотрите, если у вас идея, прям, голяк, да, то есть, у вас, закладываете время на изучение, на все, то есть, минимум, полгода, нужно на то, чтобы протестить, реализовывать еще что-то, ну, и там дальше, крупфандинг, как бы, при этом за полгода, когда вы начинаете писать идеи, у вас уже формирует суверия, да, то есть, за два месяца, ну, не знаю, у вас должна быть супер мега крутая, гениальная идея, к которой вы пойдете в серию, у вас должна быть куча связей, чтобы, и у вас должна быть команда, потому что, если вы один, как бы, минимум полгода у вас придет на то, чтобы только что-то там сформировать, что-то найти, что-то сделать, но, в целом, как бы, полгода, на самом деле, очень большой срок. Это, как бы, там, не знаю, в 16 лет кажется, что, блин, полгода, как же учиться, да, а потом, как бы, когда уже больше 20, уже, да. Как планировать с конца? Как планировать с конца? Смотрите, вы пишете, 50 тысяч долларов хочу через полгода, и отсчитываете каждый месяц, что вам нужно сделать, чтобы через полгода у вас было 50 тысяч долларов. И все сначала получается? Нет. Просто мы начинаем планировать, видя перед собой цель, как бы, все. По-другому вы ее видите. Вы список действий закладываете в другие, когда вы планируете вот так, вы не видите, да, то есть вы не видите этой конечной точки. Ну, то есть вы там говорите, вот, через полгода я хочу, я хочу 30 тысяч долларов, и учиться в Гарварде. И вы планируете, да, вот там, сегодня я буду делать вот это, завтра вот это, завтра вот это, послезавтра вот это, все эти планы сдвигаются, проходят полгода, не Гарварда, ни денег, ничего нет. А как бы, когда вы планируете с конца, вы видите, вот, через полгода мне нужно, не знаю, обычный английский язык, через полгода мне нужно, да, вот полгода, полгода там, я покупаю себе билет, да, или там, или не билет, или еще что-то, ну, как бы, вот, вот у меня есть полгода, и мой крут-фаник заканчивается. В этом вся фишка крут-фаник, да, как бы, он заканчивается, он все-таки заканчивается, там, и еще, и смысл еще каких-то вещей, да, в этом вообще смысл дедлайна. И вы вот, вот в этом вот, в этом конце, вы понимаете, что вот у вас и закончится, и дальше не будет, если вы что-то не сделаете. И именно поэтому, оно работает, потому что вы знаете, что там закончится, а когда вы планируете сначала, вы понимаете, что это не закончится. И у меня это была одна из главных проблем. Потому что я делаю комплайн, и вы думаете, что ну вот типа через два месяца я вот это сделаю, и вот это сделаю, вот это сделаю, у меня вообще все будет. Это обратный порядок. Вы попробуйте, вы поймете, в чем разница. Вы попробуете, в чем разница. вот, то есть, мы допустим, вот есть проект, мы ставим, разбираем вам на три части, мне нужно представить конец, да, я включу там 50 тысяч долларов, за месяц до этого я хочу что-то, да? Да, 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 разбивайся. Конечно. Конечно. Вы планируете, делите на мелкий, давайте задаем последний вопрос. А сама площадка хоть что-нибудь приносит? Планета Рум? То есть там же есть там топовые проекты, которые вылезают? Сама площадка, она делает какую-то рассылку, если, ну, иногда рассылка делается хаотично, например, на Change.org она делается, вот вообще непонятно как, ребята все обещают, что они сделают круто, хотя, на самом деле, я отписалась от нее около месяцев 8 назад, может быть, стало лучше за это время, но в целом, это хаотично, хотя, при этом, я абсолютно уважаю 13 людей с Change.org, и это работает. Площадка, ну, мало, ну, то есть, есть какие-то подписчики, которые видят, но это там, буквально там, очень-очень небольшой процент, который к вам придет. То есть на это вообще не рассчитывать? Ну, это знаете как, не знаю, как закладывать, что вот мимо меня проплывет на плоту моя любимая женщина, или что я в ней влюблюсь. Ну, вот как бы, в принципе, вариант есть, но как бы не факт. Вот. А через СМИ, через медиа, какие-то активные социальные системы? Ты сам привлекаешь деньги? Самая главная ошибка, наверное, что я про нее скажу, и все. И потом можно как бы уже в частном порядке. Смотрите, самая главная ошибка, вы думаете, что СМИ вам принесут деньги? СМИ вам не принесут деньги. Большинство СМИ вам не принесут деньги, потому что у СМИ у самих нет. Но вот нет, ребята, серьезно. Они принесут вам узнаваемость ваших людей. И эту узнаваемость вы можете конвертировать сами в деньги. при работе с партнерами, при работе с фондами, при работе, если правильно взять публикации в СМИ и сказать, вот ребята, вот я здесь, у меня есть такая идея, дайте. И тогда это конвертируется. Если вы будете собирать публикации в СМИ и говорить, ну да, ну ок, и ждать опять-таки эту же плывущую, прекрасную женщину на плоту, ничего не будет. Это один из вариантов продвижения. СМИ это тоже инструментарий. Но это не способ монетизации. Никогда. Это не был способ монетизации. За исключением конкретных кейсов, типа позвонить в социальных айпинг, да? Кто ли вы звоните? А как у всех в территории? Сообщества. Сообщества, crowdfunding, партнеры. Вот мы как бы их причисляли. Вам деньги дают люди. СМИ вам не принесут деньги. Когда вы... А как людей затащили платформы для расположенных проектов? Через свои социальные сети или что? Через социальные сети, через оффлайн-вероприятия, через работу с сообществами, через... Вы сейчас специально рассказали про список оффлайн-вероприятий. А я про него рассказывала. Я рассказывала про то, что вы формируете с аффлайнерами. Это могут быть конференции, это могут быть лекции, это могут быть выставки. Он там был. Это может быть, не знаю, перформанс-видео, еще что-то. Это может быть, на самом деле, все что угодно. Даже участники фестиваля. Если вы снимете этот ментальный фильм о своем проекте и выставите его там на какой-нибудь видеопроекте, не знаю, сделай сам, да? Вот этот прекрасный... Господи, прекрасный... прекрасный фестиваль документального кино, который... на который может пойти там даже не автор его. Ребята отбирают фильмы. Когда вы рассказываете, чем больше вы рассказываете и приводите публикации, тем больше ваши знакомые и незнакомые к инвентарным произведениям. А есть ли смысл за рубежом делать профилю? Конечно. А российскую тему как бы... Конечно, конечно. Есть, например, большое сообщество русских инвентартов. И куча тоже существует... Да, тоже существует куча проектов на это. Если у вас... Ну, вот, собственно, ребята продукты мало. Они... Они... Они делали crowdfunding, но только здесь. Они собирались со всех. То есть ребята в какой-то момент поехали к заграничным фондам, разговаривать, общаться. Что-то получилось, что-то нет. Это в его проекте. Например, есть большой проект, его делал Миша Мордазов, о книге про Россию. И они делали это там с зарубежным партнером. И они собрали. Сейчас они делают еще один исторический проект в 1917, то есть интервью с людьми, которые были в 17-м году, потому что 100 лет, потому что 100 лет революции. И они точно так же на зарубежном... Ну, то есть, они делали это на планете, но аудитория, отчасти, не зарубежная. И это нормально, потому что там к социальным темам относятся по-другому. Там что у нас принимают? Там построено... Опять-таки, есть плюсы и минусы, да? Везде. И там нужно это понимать. И, соответственно, там по-другому простроена тема, а здесь она построена по-другому. Вот. Фух! Играет музыка.